Всем привет, с вами H2. И да, наверняка вы не ожидали увидеть подобное видео у меня на канале, но это второй канал, сюда выкладывается все подряд, видимо теперь и это. А мое внимание сегодня привлекла внезапно всплывшая в ленте новость о том, как Руслан Асташко, это редактор Политраша, кто не знает, разоблачал фейк о том, как 41% молодежи хочет уехать из России. Наше гражданское общество научилось реагировать на массово изготовляемые антироссийские фейки с такой оперативностью, что их авторам впору плакать. Свежий пример. С треском лупнувшее вранье про то, что 41% молодежи якобы хочет покинуть страну. Заглянем же на это разоблачение поподробнее. Недавно левадовцы провели очередной опрос, назвав его эмиграционным настроением. Окей, нашел это исследование у Левада-центра, и что? Поскольку деятельность этого инагента заточена именно на то, чтобы давать почву для лжи, то долго ждать не пришлось. Вот либералы, а вот якобы левые. Оцените однотипность панических заголовков. Но главное, что их заголовки совершенно лживы. Интересно, почему же они лживые? Вот версия Руслана. И в блогах не поленились быстро разобрать эту ложь, указав, что речь идет о всех возрастных группах, а не о молодежи. Ну, откровенно говоря, в этом исследовании речь идет много про что. Тут есть срез и по возрасту, и по образованию, и даже по населенному пункту, где проводился опрос. Но это мы забегаем вперед. В реальности же о желании взять и уехать заявили лишь 7% молодых людей, что становится ясно, если самому посмотреть данные в опубликованной левадой таблице и не полениться сделать подсчет. Я не поленился, я сделал подсчеты, и, видимо, речь идет о вот этих вот 7%. То есть по данным в целом по выборке, а не по молодежи. Да и в принципе, если перевести ответы только в да или нет, я думаю, что ответ скорее да, он, знаете, будет немножко по смыслу ближе к да, чем к нет. Да, вот такие вот моменты нам сегодня приходится разбирать, и мы еще даже калькулятор не брали. Короче, получается, что по данным таблицы положительно ответили на вопрос, хотите ли вы уехать, 17%, а не 7%. Но мы смотрим дальше. Это самый низкий показатель за все постсоветское время. Окей, но если мы разбираем данные того же Левада Центра, а не неназванного источника Руслана, то мы видим, что несмотря на то, что это, конечно, не самый высокий процент, были и пониже. Были пониже, причем и в категории определенно да, и в общей сумме положительных ответов. Так что мне очень бы хотелось узнать, на основании каких своих неназванных и, безусловно, авторитетных источников Руслан делает свои выводы. А дальше настолько феерично, что, откровенно говоря, можно было даже в источник не лезть, чтобы понять, что тут что-то не так. Вот просто послушайте сейчас внимательно и попытайтесь понять, что именно вам пытается втереть Руслан. Вот, допустим, цитата из материала на ту же тему, опубликованного совестливой BBC. «Почти каждый пятый россиянин, 17%, желает эмигрировать из страны, следует из опроса социологического Левада Центра». Также хотели бы поступить 41% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Передернули? Естественно. Они ведь не пишут, что этот 41% не от общего числа опрошенных россиян, а от тех 17%, которые ответили определенно да и скорее да на вопрос, хотели бы вы переехать за границу на постоянное место жительства. Я надеюсь, вы понимаете, что до вас хотел донести Руслан? Нет? Пересмотрите еще раз. Если это все немножко ужать, то в трактовке Руслана 41% тех, кто хочет уехать, это 41% не от общего числа опрошенных, а это 41% от 17% тех, кто ответил положительно на вопрос, хотите ли вы эмигрировать. Кто опять не понял? Еще короче. Из 17% тех, кто хочет эмигрировать, хочет эмигрировать только 41%. Ну, а видимо, оставшиеся 59% из тех 17%, что хочет эмигрировать, хотят остаться в России. Вот такая вот замечательная статистика. Даже среди тех, кто хочет уехать, большинство все равно хотят остаться. Откуда растут ноги у этого бреда, ну, я могу только предполагать. Но складывается ощущение, что Руслан вычисляет, сколько составляет 7 от 17, что по несчастливому стечению обстоятельств тоже будет 41%. Но это немножко не тот 41%, о котором писали заголовки СМИ, вы не находите? Речь шла о том, какой процент молодежи ответил утвердительно на вопрос, хотите ли вы уехать. И это число в таблице тоже присутствует, хоть его, конечно, очень сложно найти. Вот видите, таблица, срез по возрасту, 18-24 года. Определенно, да, 18%, скорее, да, 23%. А дальше, вы не поверите, 18 плюс 23 будет 41%, о котором, собственно, и писали в разоблачаемом СМИ. Что же это такое? Оказывается, не я, а вы, жулик. Я вас прощаю. Ну, разоблачали, конечно, не меня, но суть примерно та же. Дальше Руслан рассказывает про подобные опросы в Германии и США, но это уже как бы в суть разоблачения не входит. И многие сейчас, наверное, начнут критиковать Левада-центр, но, друзья, откройте глаза, это видео не про Левада-центр. Это видео про Руслана и про кучу людей, которые залайкали его видео и понесли в соцсети. И, честно говоря, хотелось бы понять, что это? Неспособность работать с таким простым материалом? Или, может быть, случайный косяк? Ну, в этом случае, конечно, хотелось бы видеть какое-то опровержение у них на канале, раз они там такую фигню постили. Или же это намеренный обман своих зрителей? Что, редакции «Новой газеты» и «Эхо Москвы» не могут зайти на сайт Левады и высчитать эти 7%? Могут, несмотря на засилие безграмотных журналистов, прикрывающихся фразой «Я гуманитарий». Ну так что, Руслан, ты гуманитарий? Руслан, ты гуманитарий?